В последние годы мы встречаемся с представителями средств массовой информации. Трекеры пригласили в разборажную университет, свой, который расположен на пяти площадках, главной площадкой у нас на улице Применково. Мы общались, рассматривали вопросы, потому что сегодня много вопросов в реалии, а мы являемся одним из основных учебных заведений КНРК России, которые подготовили кадры как для северо-западного региона, так и для 37 субъектов Российской Федерации. Как вы знаете, с 2009 года в принятии президентского указа 24 декабря началась реформа органов ГУДКИНТЕР. Естественно, она не обошла и, окружая на системе МВД, и, говорят, указы о БРЕИ, законы, которые для нас имеют большое значение, закон о полиции. Хочу вам просто сказать, что некоторые наши ученые, это РУКИН, Дмитрий ГУДКИН, Николай Васильевич ГУДКИН, Сергей Анатольевич Капуна, Андрей Иванович ГУДКИН были, принимали самое активное участие в его разговорах. Он прождался в ДОКИН, были различные мнения, варианты. Я хочу сказать, что наш университет, он не инстанавливается при нашей жизни, с 1998 года. Это первый вуз такого уровня. Университет был создан в Санкт-Петербурге именно, и поселедочного дня, и три. В Санкт-Петербурге, в МВД России, в Восточном институте, в МВД России, в Краснодарском институте, в МВД России. Университет обеспечивает потоку по многим пресс-ревизиям в МВД России, в пресс-ревизии специальности, специализация, ну, основные, как у него готовые, это следователи, очень нужная фигура для органов бюджетных дел. Оперуполномоченные, в Розыске, 15-й полиции, которые были записаны, все планы, судебные следы, которые также очень и очень царятся. Сотрудники полиции общественной запасности, даты выражаются, которые тоже готовятся. В ВУЗе осуществляется поток после ВУЗа, в котором в серьезном уровне работает адъюнтура, докторатура, и на сегодняшний день у нас работает более 80 докторов науков, профессоров, более плюсов-кандидатов наук. Значительная часть из них – это наши выпускники, которые учились и работают в этом в МВД. Значительная часть работает учебное заведение КВД в России, а их на сегодняшний день – это 13 ВУЗов, и в ВУЗах, я скажу, и исполнительной системы, и МЧС, которые раньше единым министерствам, также многие работают наши выпускники. Хотел бы сказать, что Санкт-Петербургский университет МВД России – одно из крупнейших учебных заведений. у нас на сегодняшний день по всему форму обучается около 100 тысяч курсантам, слушателям, студентам. Это много, это много для ведомственного ВУЗа. Но образование мы даем, конечно, государственное, не ведомственное образование. У нас обучение 5 лет получено и 6 лет по срочному форму обучения, естественно. За последние годы, последние годы, если так можно сказать, мы сильно в развитии обеспечения учебного процесса учебной техникой. Мы приобрели за бюджетные, за бюджетные средства, получили централизованно около 600 компьютеров, компьютеров, новейших компьютеров. Поэтому мы подделяем очень серьезное внимание к культурализации, внедрению технических средств. И в нашем образовом новом указе, где было сказано провести реорганизацию образования системы министерства, с корректированием права, отбора кандидатов. Сегодня в два раза образование системы министерства стало меньше. Что это значит? Так, проблему количества, вообще-то, мы выполнили. Юристов количества, у нас, конечно, это, может быть, иначе. Почему бы с этим, это юристов, которые, кстати, у нас, это уже 70-80% вообще в области министерства и совершенообразования. Возникла вторая проблема, которую надо решать, и надо решать, и надо решать. Это проблема качества. Поэтому качественные показатели были оставлены самые сильные в университете, в университете, в академии, институте. Потому что сегодняшний день подготовленность выпускника имеет очень-очень большое значение. И я скажу, что с нами встречался 15-го числа министерства, университетов, дургариев Вашеньев Гумарович, нацепкинский состав, Главный управления Ладоносии по Санкт-Петербургу, и нацепкинском районе, он отметил положительно питерскую милицию, санкт-петербургскую, милицию и герадскую милицию, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Создан начиная с 4-го курса У нас специализированная группа Профильный подготовка В соцсетии будет в сегодняшнем году Профильная подготовка Тех специалистов Которые могут непосредственно Уполнить теки или Обязанности По своему профилю обучения Создан резерв Создан резерв Вот из числа Я вам уже говорил Один директор У нас мощная И другие наши кандидаты И доктораты Работают в главе В главе Мы из них создали Совместно с Волководством главы Резерв на смещение Должностей Это очень для нас Престижно Это нужно Потому что сегодня Должен наш Преподаватель Быть И ученым И преподавать И готовить Готовить Провалить нам Ученники Здесь Они находятся Ученники Готовить И воспитывать Турсантов Турсантов Единственное Это значит Нужно Работы Учебные планы Увеличено Количество Практических Заметий Сегодня у нас Примерно 40-45 Процентов Учебные Относы На практические Заметии Практическую Подготовку Наших Курсантов Служителей И студентов Совместные Приказы Университета Мы стали Практиковать Ученника Главка Вот Университет Наставничество То есть За курсантом Который Выходит На Стажировку Закрепляется Наставничество Опытного Работника В прошлом году 284 работника Были закреплены И осуществляли Контроль И оказывали Помощь Нашим Служители Упускных Курсов Служители Упускных Курсов Для Стажировок Увеличить Все количество Стажировок На местах На четвертом Курсе На пятом Курсе Я скажу Потому что Уделяем Значение Мы готовим Не теоретика А именно Трактического Работника Способного Сразу же Войти в должность И Работать В своей специальности И специализации Ну Это мы говорим Как готовить Кого готовить Вопрос другой Кто Будет готовить Потому что В зависимости Это зависит От преподавательского Сустава Кто Будет Мы Проанализируем Совместно Наши Водители Северо-Запад И Пришли К выводу Что Нашим преподавателям Необходима Стажировок Нет Общая Скажем Повышение Квалификации В четырех институтах За территорией Субъекта Субъекта На местах Сделан Совместный Прикат И Преподаватель Проходит Стажировку В органе внутренних дел Куда Будет Выписание Выписание В соответствующей должности Стажируется Две недели Две недели Поэтому Это очень важно На преподавателя Берет Для себя Берет Мы сейчас Да и вообще Ситуация На внутреннем Какая Узнает Поэтому Мы участвуем Также И в мероприятиях Все Общественно-политические Спортивные Мероприятия Не находятся Без наших курсантов Скажу Без наших курсантов Тоже во всех Мы принимаем Участие Участие Ну Также Мы проводим И Проколитические Мероприятия Сейчас И много И пишется И говорится О коррупции И ворота То есть Мы готовы И сами Работать И с нашими Сотрудниками И с нашими курсантами Это Довольно-таки Большая Трудоемкая Работа Поэтому Мы ввели Специальные Программы Коррупции Социальные Программы И Мероприятия Изучаем Также В учебном Процессе Проколитические Планы Наши Внесены Разделы Лекции Дополнительные Те На встрече Мероприятия Ну И естественно Обучать Наши Молодежь Наши Курс Санктур Ведет Специальный Курс Миневая Экономика 56 часов Как Мы знаем На сегодняшний день Является Уважная проблема Это Обеспечение Распортной Безопасности Распортной Безопасности Вот И мы Доложили Руководственное Министерство О том Что Целесообразно И разработали Специальный курс Профайли Профайли То есть Изучение Обучение Профайли Новому методу Лиц склонных Нарушения Выявлять Мы Это не Новая Для нас В мире это уже Используется Это Соединенные Штаты Правоохранительная Структура Израиля Да И Профайли Мы Делимся И Столпы Завершающие Различные Противоправные Действия Мы Тоже В этом плане Готовы Обучать Готовы Обучить Есть Специалисты Есть Необходимо Оборудование Мы Создаем Специальные Тематические Учебные Аудитории Где Нужно Обучать Наших Курсантов Служителей В том числе На объектах Которые Отреляются Наши Университет При проведении Распределения Сегодня Университет Санкт-Петербургский Университет Ученый Университет Известно Далеко За пределами У нас Тринадцать Научных Школ Тринадцать лет Мы работаем В образовательной сфере Наш университет Образовался Объединенные Болитеты Учебных Заведений Тринадцать Научных Школ Такие ученые Как всегда Ленка Шестаков Руководители Школ Они Учебные Творческие Коррективы Которые Готовят И Значительное Количество Литературы В том числе По Заказам Правительства Петербурга Я скажу Что Университет По заявке Правительства Петербурга Подготовили Целевую программу Комплексы Вероподобных 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 Профессов Санкт-Петербург Вероподобных 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 ...различные рекомендации для органов внутренних дел, ну, я назову так, оперативный контакт и работа с оперативным контактом, оперативной деятельностью, оперативной отделением факторов. Специальные разработки, которые направлены для именно практических работников. Методика и явление наследных поступлений, то есть, мы до статьи 177-й, про сложные уклонения, про дорожение, корректурность данного судоучестия, ну, и другие, и другие. То есть, мы разработали много. В прошлом году мы 149 научных работ и по заявке УАД, и правительство, и министерство, и других субъектов Российской Федерации, которые мы работали всегда. И в том числе для учебного процесса. Учебные пособия, которые мы используем в обучении. Ну, хотели бы сказать, что мы ежегодно выпускаем из нашего учебного заведения полторы-две тысячи человек. Ну, в зависимости от набора, там есть отличные обстоятельства. Из них где-то 48-50 для служб подразделений, дислоцирующихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Таких пределов. Вот выпустили 536 человек в ручной форме. Вот выпустили, как-то 287, которые в главном управлении в Медоруссии в Санкт-Петербурге. Вот еще крупные заказчики у нас северо-западное управление, федеральная транспортная полиция. Вот. Ну, остальные это субъекты Российской Федерации. Пустили люди, которые в позовочной форме 800-288 подготовлены. И также в ГУВД где-то 44%. И так далее. И так далее. Ну, вот.